В десятом эфире зрители увидели борьбу четырех мужчин, которые претендовали на сердце певицы Златы Огневич. Но одного участника она оставила без бутынерки. Таким образом, в одиннадцати эфире будет только трое конкурсантов. На этой неделе артистке предстояло знакомство с семьями мужчин. Это важный шаг, который поможет узнать певица участников шоу со стороны. Первый, с кем встретилась Злата, Андрей Хветкевич. Он решил приготовить для женщины сюрприз и выполнил свое давнее обещание, преподал Холостячке урок по вождению перед тем, как повести ее на встречу с родными. Андрей познакомил Злату со своей мамой Ириной и братом Дмитрием. Еще по дороге мужчина предупредил артистку, его мама прямолинейная и требовательная. В машине пара общались на тему отношений. Холостячка призналась, что сразу после проекта готова съехаться со своим избранником. Встреча с родственниками Андрея произошла на природе. Компания занималась скалолазанием. Злата произвела хорошее первое впечатление на Ирину. Женщина назвала певицу дюймовочкой и девочкой. А сама артистка сказала, на самом деле мама Андрея не такая строгая, как ее описывал сын. После активного отдыха семья вместе с Огневич пообщалась во время пикника. Ирина подарила холостячке свою консервацию, а также вышитый рушник. Женщина сказала, что желает паре вместе стать на него на своей свадьбе. Далее Злата поговорила с Ириной и Дмитрием наедине. Она на все мои вопросы отвечала так, будто хотела мне понравиться. «Это меня насторожило», – сказала певица брат Андрея. Следующий, с чьей семьей познакомилась холостячка, Максим Тарапота. Он подготовил цветы и для своей потенциальной девушки, и для мамы Алены и сестер. На встрече также был дядя Макса и другие родственники. Все вместе собрались за большим столом. Во время семейных посиделок близкие мужчины задали певице немало каверзных вопросов. Сестра поинтересовалась, зачем звезде отношения, а дяде Коля кто будет готовить. Он также пригласил Злату вместе приготовить к обеду раков. В ходе личного общения Алена сказала, что давно знакома с творчеством Огневич. Мама Макса добавила, что переживает, как пара найдет баланс между работой и семьей. Женщина пожелала холостячке сделать правильный выбор на проекте. Сестра Тарапоты Александра заговорила о финансовых вопросах и брачном контракте. Артистка ответила, что если Максим захочет его составить, то готова обсудить это. Когда пара вечером отправилась на свидание наедине, Макс немного зацепил другое авто, когда сдавал назад. Он согласился оплатить небольшое повреждение, а потом пошутил, что специально подстроил ДТП. Далее Тарапоты и Огневич прямо с авто посмотрели на проекторе фильм, составленный из своих детских фото и видео. На следующий день со звездой встретился Андрей Задворный. Он пригласил холостячку в город Светловодск Кировоградской области, в котором вырос, и в родной дом, чтобы познакомить с родителями. Компания пообщалась за столом. Папа мужчины Анатолий сказал, что последний раз видел сына еще в 2019 году. Андрей пояснил, что решил временно не навещать маму и отца на время пандемии. Мама участника проекта Наталья сыграла на аккордеоне, хотя и не планировала. Она согласилась, когда ее попросила Огневич. Потом сыграл и сам Андрей, хотя последний раз держал музыкальный инструмент в руках 20 лет назад. Потом Злата с возможной будущей свекровью отправилась на дачу. Там они собирали овощи на огороде. Мама Андрея рассказала о его предыдущих отношениях. Сын мало рассказывал матери о своей тогдашней девушке, а холостячка отметила, что хотела бы, чтобы ее мужчина был более открытым. Также женщина призналась, что раньше у Андрея были натянутые отношения с отцом. Все из-за того, что папа мужчины баловался с алкоголем. После этого участник шоу подготовил главной героине прогулку на парусной яхте. Огневич была поражена таким сюрпризом. На свидании Злата вспомнила об одном моменте, о котором ей рассказала мама мужчины. Она спросила, действительно ли мать напоминает ему, чтобы тот заплатил налоги. Андрей воспринял ситуацию с юмором и сказал, что и сам считает это безответственным, но сейчас уже занимается подобными вопросами сам. На последнее свидание выпуска Злату пригласил Дмитрий Шевченко. Они отправились в Александрию, где живут родители мужчины. Сперва пара прогулялась, и Дима показал холостячке значимое для себя место. Интересно, что папа певица тоже родом из этого города. Родители конкурсанта и его родственники встретили артистку очень тепло, хотя сперва в компании чувствовалась неловкость. Молчанку нарушила Злата, которая спросила, как у них настроение. Семья общались со звездой за столом. Отец Дмитрия Анатолий провел личную беседу с холостячкой. Он сказал, что видит, у его сына есть чувство козлатя. Такое же заявление сделал брат участника шоу Анатолий. Мама Димы отметила, что у ее сына закрытый характер. Она посоветовала артистке пережидать такие моменты, после чего мужчина сам расскажет, что произошло. Также холостячка получила трогательный подарок – салфетки с ручной вышивкой для сервировки стола. После Дмитрия и Злата отправились на крышу многоэтажки. Там участник проекта устроил певице романтический ужин со свечами. После этого знаменитости пришлось провести церемонию РОС. Она сказала, что отправляется туда с тяжелым сердцем. Для важного события Злата выбрала яркий зеленый костюм. Изюминку образу придавала необычная прическа. Бутоньерки получили – Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный, Максим Тарапота. Без розы остался Андрей Креткевич. По решению артистки, он покинул шоу, не дойдя до 11-го выпуска Холотячки 2.